Добрый день, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня приготовим простое, но очень вкусное печенье-гнезда. Печенье получается хрустящее, с ярко выраженным шоколадным вкусом. Готовится такое печенье довольно просто, из доступных продуктов. Его можно включить в набор сладостей, которые выпекают на Пасху. Я его так и называю – домашние печенье-пасхальные гнезда. Для приготовления нам понадобится мука, яйцо, сахарная пудра, соль, холодное сливочное масло, разрыхлитель, какао. В отдельной миске смешиваем все сухие ингредиенты – муку, какао, сахарную пудру, соль, разрыхлитель. Добавляем сливочное масло и втираем его в тесто руками. У нас должна получиться вот такая вот крошка. Теперь вводим яйцо и начинаем замешивать тесто. Сначала все будет рассыпаться, но со временем тесто станет эластичным и соберется в один мягкий комок. Отщипываем небольшой кусочек из общего теста, размером чуть меньше, чем грецкий орех. Формируем шарики. Выкладываем на доску и отправляем в холодильник минимум на полтора-два часа. По истечении времени достаем шарики из холодильника. С помощью чесночницы формируем гнезда. Кладем один шарик, прижимаем, затем второй. На одно печенье у меня уходит три шарика. Размер печенье подбирайте сами, можно сделать его больше или меньше. Придаем форму гнезда. Теперь с помощью сухой рюмки делаем углубление в печенье, чтобы было удобно усаживать туда шоколадные яйца после выпечки. Отправляем в заранее разогретую духовку при температуре 180 градусов примерно на 20 минут. Готовому печенью дать полностью остыть. Шоколадные яйца я покупала в магазине на развес. Можно заменить на драже MMDAMS или сделать самим из мастики. Чтобы шоколадные яйца держались, в центр каждого гнезда выложить разогретый шоколад или нутеллу. Теперь прямо в шоколад помещаем разноцветные конфетки и яички. Я попробовала оба варианта. Вот так выглядят гнезда с шоколадом. И так с нутеллой. Шоколад быстро застывает и гнезда получаются твердыми. Нутелла же остается мягкой и в последующие дни. Хранить такое печенье нужно в закрытом контейнере либо в полиэтиленовом пакете. Печенье получается очень вкусным, сладким, с ярко выраженным шоколадным вкусом и готовится оно легко. Можно приготовить его самим, а дать украшать детям. Думаю, им понравится такое оформление домашнего печенья. Друзья, готовьте вместе со мной и оставляйте свои отзывы в комментариях. Не забывайте подписываться. Впереди еще много интересных и вкусных рецептов. С вами была Неля. Всем приятного аппетита! Субтитры сделал DimaTorzok